что с великом хочу с ним что я прочитал в комментариях что если у вас нету защитной пленки то вы можете обклеить раму изолентой и тем самым защитить ее при падениях и я еще прочитал что изолента синяя круче чем черная поэтому я выбрал именно ее вот ведь я читаю ваши комментарии почему она липкая вася я подумал что лучше не развернуть наоборот что потом легче было отодрать ну отодрать смысле изоленту ты знаешь что типа надо на маленькую часть рамы потому что там где бьется вот эти дела зачем ты все и видел как я падал я падаю на всю раму поэтому мне жалко и абсолютно всю я решил обклеить почти полностью но еще не закончил мне закончился рулон надо куплю что у тебя колесо ну я тоже прочитал комментарии что если вы хотите сликовую покрышку то достаточно ее вывернуть наизнанку и у вас вот получится такой слик по моему круто получился то есть ты просто взял и вывернул покрышку наизнанку да я вывернул наизнанку но блин начался дождь я теперь думаю что надо ее обратно выворачивать но вообще клёвая идея у вас получается две покрышки в одной на самом деле что вы не попадались на такие глупые идеи мы решили снять целый раздел который будет называться life факт и мы будем тестировать на себе такие идеи и лучшее выбирать и снимать про них ролики всем привет очень часто надо обслужить трансмиссию и помыть цепь но не у каждого есть цепи мойка зато у каждого есть бутылка кока-колы ну или пепси на корняк и для того чтобы воспользоваться этим лайфхаком вам необходимо для начала выпить всю колу открыли попили колы с тобой все бутылку мы опустошили ну выпил ты колы что пепси что дальше блин надо было пластмассовую бутылку придется еще бежать за кого в общем кока-колы не было пришлось взять меринду но что-то я если честно напился я уже не смогу нет сил больше теперь нам нужны ножницы я всегда с собой носу ножницы вообще-то нам необходимо разрезать бутылку вдоль до серединки и с этой стороны делаем небольшое отверстие вот но еще желательно обрезать нам крышечку но я щас не буду резать бутылку мы разрезали теперь мы можем ее надеть на цепь что-то у меня грязная цепь ну и заодно помоем у нас вышла такая цепи моечка можно теперь добавить сюда раствора какого-то бензина и вымывать щеточкой не будет брызгать бензин и грязь на колесо вася что с щетками это мои зубные щетки и они нам понадобятся для того чтобы почистить цепь я вот задумался что вы сейчас думаете что мы тут все шутим на самом деле это вполне серьезные лайфхаки почти ни один лайфхак не обходится без изоленты замотаем щеточки таким вот образом чтобы они друг другу щетины были такая twix парочка влюбленных теперь делаем тоннель для щеточки прорезали мы тоннельщик окошечко такое открыли дверцу ставили нашу щеточку зажали цепь между щеточками теперь можем наливать бензинщика и крутить цепь и мы в общем вроде получилось неплохо я никогда такой штука по это дело не использовал но надо усовершенствовать я понял что нужно чуть поменьше бутылка потому что шатун бьется нее ночи как тебе димон эта идея классно я не думаю что нужно что-то модифицировать нужно просто вот это вот снять и выбросить и просто воспользоваться или шейхером когда забрасываешь внутрь или просто взять пшикалку если знаешь такой пшикаешь пшикаешь просто пшикаешь она убирает грязь ты вытираешь у тебя сухая красивая цепь ну в общем классный лайфхак зря руки запачкал погоду на гонках мы не выбираем и очень часто попадаем в дождь и соответственно в грязь и первое что стирается это колодки бывало что на первом круге они стирались полностью в ноль даже если вы используете металл и вот для того чтобы защитить больше колодки используют либо изоленту а я использую армированный скотч дело в том что у тормозного калипера это собственно где находятся тормозные колодки есть небольшое отверстие через которое попадает грязь и вот если это отверстие закрыть по грязи будет попадать меньше соответственно колодки будут служить дольше изоленту следующий лайфхак самый простой но самый нужный очень часто нам необходимо снять седло либо штырь допустим загрузить в машину либо просто отрегулировать высоту седла либо мы куда-то уезжаем и вот для того чтобы не запоминать какая у вас высота седла делают пометку идеально делать пометку изолентой мы наматываем небольшой слой буквально пару оборотов на подседельный штырь возле рамы и потом когда мы снимаем штырь мы всегда можем убедиться что мы поставили его правильно порой вам может показаться что ваш штырь опустился допустим если вы не затянули хомут или даже не показаться и тогда вы можете обратить внимание на изоленту если она скукожилась смялась значит скорее всего ваш штырь опустил а еще если вас попросят прокатиться на велосипеде кто-то ниже вас вы сможете сказать что извини у меня там изолента опустить седло не могу тебе уже все лайфхаки наши с изолентой связаны нам ее так не хватит есть другие какие-то есть хомутиком сейчас многие начинают использовать бескамерные колеса и одно из свойств герметика он забивает резьбу заклеивает ее как бы и тогда сложно открутить барашек который держит вентиль допустим вы прокололи порезали покрышку и хотите поменять на камеру для этого вам необходимо выкрутить вентиль а вы его не можете потому что там закис заклеился герметиком и кстати такое было у моей жены на гонке они ехали парную гонку она порезала покрышку они хотели поменять и поставить камеру но не смогли выкрутить барашек вентиля и рядом были оператор и водитель мотоцикла но так как на гонке нельзя помогать они стояли и смотрели минут через 30 они все-таки сжалились и кинули в кусты и плоскогубцы и уехали ну собственно так они и спаслись и доехали все-таки гонку так вот для того чтобы избежать такой ситуации вы всегда сможете снять например с номерка хомутик это тоже такая очень важная вещь хомутик имеет ребристую поверхность изнутри достаточно хомутика обтянуть барашек почему он за бараш гайку достаточно им обтянуть ребристой поверхности теперь у вас сцепление намного больше а вдобавок еще больше рычаг и вы с легкостью сможете выкрутить вентиль можно даже оставить такую приспособу и кататься с ней как ни крути но даже без камерка прокалывается и многие просто забывают долить герметика либо отверстие слишком большое и не все покупают жгутики или не имеют их с собой и вот следующий лайфхак поможет вам заклеить бескамерную покрышку для этого вам понадобится всего лишь сигаретка диму дай сигаретку я же не курю вася бросил пойдет пойду стрелять сигарету да как в юношестве найдешь ты в лесу сигаретку час у кого-то да подождите пока пока вася молодой человек кто-то ехал я крикнул дайте просто сигаретку развернулся и уехал быстренько квадроцикл вася а у вас сигарета не будет блин мы тоже просто тоже не курим дима нашел вы просил только не говори что придется теперь вы курите и нам понадобится всего лишь фильтр фильтр отлично работает вместо жгутика заполняя с собой пространство и вокруг него скапливается герметик и это поможет заклеить даже большие порезы и проколы это были первые наши лайфхаки и надеюсь они вам пригодятся или наоборот не пригодятся обязательно пишите в комментариях свои идеи и лайфхаки и мы выберем топ самых интересных и обязательно проверим на себе и снимем про них видео катайтесь улыбайтесь и развивайтесь а также подписывайтесь на наш канал всем хорошего настроения и пока пока есть снято суша не кажется что мы переборщили не но если нас не посчитают идиотами то нормально но вообще слыша полезные штуки ну полезно ну как-то сняли про них как будто люди подумают что это все не серьезно на самом деле я надеюсь что они отнесутся к этому более серьезных не ну слушай было смешно просто я не знаю но главное чтобы под этим юмором не скрыла суть нашего канала и нашей философии делать контент полезно но про стяжку это прикольно я не знал что можно так затягивать это клевая тема а типа ты про другое знал что изолента так можно обмотать раму нет но я бы не стал так обмотывать как дебил какой-то тихо не обижай меня ладно все давай пошли пока ты держишь тулю в кармане ты что-то прячешь там закрутил закрутил так сильно